Всем доброго дня, с вами Содерлим, и сегодня я решил также масштабно разобрать трейлер второй части второго сезона Gravity Falls, как и превьюк серии сказ о двух стенах. Для начала скажу, что Хирш дал нам название ещё двух серий, тринадцатая будет называться Подземелье Подземелья и ещё больше Подземелий, а вот к четырнадцатой не могу дать точную трактовку, либо кандидат в стены, либо стены в кандидаты, так что буду полагаться на оба возможных перевода. Начнем с первых кадров. Мы видим Стэнли, подходящего к Хижине Тэйн. Стоит обратить внимание, что Беррит Кишина почему-то стоит оградой и табличка «Держись подальше», которых не было в серии про путешествия во времени. Следовательно, это происходит до того момента, когда сюда перемещались Диппер и Мейбл. Далее стоит обратить внимание на шапку Стэнли. Точно такую же мы видели на нём в одном из кадров превью. Видимо, Стэнфорд настолько отещал, что не узнал родного брата. Или же он просто проверяет, не подослал ли его кто-то, не промыли ли ему мозги. Далее мы видим, как маленький Стэнли разбивает дыру, так что теории насчет пребывания Билла тут отпадают. Теперь мы видим, как Стэнфорд, и еще молодой Стэнфорд, бегает по книгам в каком-то пространстве. Возможно, он дренулся в портал, дабы спасти дневники, или же самые важные из них. А возможно, он бросился за Магакедом, который его унесло в портал. Затем он сумеет выкинуть его, а сам улетит далеко-далеко в портал. А дневники, возможно, долетели недостаточно далеко, поэтому остались в Кижине. Также возможно, что в этом пространстве все раздвойняется, так как если присмотреться, то в начале этого отрывка мы видим дневник номер два, и в конце мы видим также дневник номер два. Если посмотреть на другие книги, то можно заметить между некоторыми некое сходство. Или же, что кажется более вероятным, второй дневник у него вышел не с первого раза. Этот отрывок, скорее всего, будет в самом начале серии сказ о двух сценах, когда теперь мы ибо усустворят всякие сумасшествия из-за произошедшего. Далее мы видим Магакета, играющего на банджо. Мы видели уже этот кадр в превью к серии сказ о двух сценах, но в тот раз мы смотрели с другого угла. В прошлом видео я сказал, что это, скорее всего, происходит после того, как Сэнтворда унесло в портал. Теперь же я считаю иначе, что это происходит до постройки портала. Почему? Потому что Магакет в игре спокойным, здоровым и вовсе не сумасшедшим, каковым он должен был стать после истории с порталом. Также, тут он в гавайской рубашке, а не в рабочей одежде, которую мы всё время видели молодого Магакета до этого. Так как это из серии сказ о двух сценах, а не сказ об одном Магакете, можно с уверенностью сказать, что ему по телефону звонит один из сценов, скорее всего, Сэнтворд. Скорее всего, просит помочь в постройке портала. В следующем кадре мы видим кадр с агентами, один из которых выбегает из разрушенной хижины Тайн. Скорее всего, это момент из серии сказ о двух сценах, так как открытие портала серьезно потрепало хижину. Как я уже говорил в прошлом видео, возможно, Сэнтворда заберут агенты. Далее мы видим, как Сэнтворд даёт Мэйбл дневник номер один и арбалет. У меня есть два варианта насчёт этого момента. Первый, это одна из последних серий, и Сэнтворд готовит всех к чему-то серьезному. И второй, который более в стиле Gravity Falls. Мэйбл в серии кандидат в сцены, если всё же именно этот беревод правильный. Устроить соревнования между братьями, а арбалет и дневник это что-то типа взятки ради победы. Второй вариант более вероятный, так как вряд ли бы Сэнтворд доверил бы Мэйбл эти вещи в реально важный момент. В следующем кадре нам дают знать, что мы наконец-то узнаем, что на втором этаже. Очень эпичный кадр, напоминающий серию в бункере. Не думаю, что это в хижине тайн. Далее Сэнтли вместе очень похожим на поместье Нурсвест. Кажется, обвиняет кого-то в чём-то. Под ним мы видим уже знакомых к нам ребят, которые вряд ли бы стали танцеваться со сценом. Так что, скорее всего, это всеобщее собрание города, где выступает мэр. Следовательно, отец Пассифики, а Сэн агитирует толпу вроде в него, возможно, доводив серии Стэнов кандидаты. Опять же, если именно эта трактовка верна. Диппер в каком-то необычном шлеме читает файл Сайпера, то есть все данные били. Думаю, тут он решил проникнуть в логово агентов, или попал уже сюда случайно. А возможно, агенты сами его привели сюда, и дали ему пряник в руки, чтобы он что-то им рассказал. И вот этот кадр также связан с этим местом, на мой взгляд. Сэнтворд своей заполненной доверху интересными штуковинами комнате. Мы видим руку ручной ведьмы, замечаемые нами во всех сериях в разных местах пирамиды и глаз, разные фотографии с монстрами, чучело монстров, живых монстров, я про гнома. А также пирамидка-отражатель, которая была в серии с ковром преткновения. Далее, наверное, та же самая комната, но сэнтворд в неё только заселился, так как видим справа коробку с неразобранными вещами. Также там же опять видим пирамидку-отражатель. А ещё у сцены в руках дневник пока что без руки, так что он скорее всего недавно закончил писать первый дневник. А сейчас клеит на него всякие детали, как мы видим в следующих кадрах. В следующем кадре мы видим неожиданно появившуюся свору монстров. Думаю, это будет из серии подземелья-подземелья и ещё больше подземелий. В монстрах нет ничего необычного, ничего страшного. Они выглядят скорее смешно, так что вряд ли они будут важными персонажами. Наверное, их поведят в считанные секунды. Но хочу обратить ваше внимание на шапочку Мейбл в стиле шапочки Шерлока Холмса. Точно такую же мы видим на несколько кадров позже, на Мейбл и Берде. На них сияет что-то голубое, точно такой же свет, какой был позади монстров. Так что думаю, это один и тот же момент, но с разных сторон. Кстати, хочу заметить, что кандидат почему-то нет. Вернёмся ещё раз к предыдущему кадру. Видно, что монстры появляются из какой-то голубенькой коробочки. Также, во время появления из коробочки вылетают листочки. Видимо, эти листочки и в этом кадре тоже. Возможно, это будет настольная игра по типу Джуманжи, которая надо пройти по землям. Опять этот кадр с деревянной рукой, который я уже обсуждал в прошлом видео. Но в этот раз он чуточку подлиннее. Кадр с единорогом. Очень-очень милым единорогом. Скорее всего, это опять же из серии про подземелья. Не удивлюсь, даже если это будет главный босс. Далее кадр с... непонятно с чем, честно говоря. Вряд ли это какая-нибудь технология, так как выглядит, ну, слишком уж круто. Могу лишь предположить, что это карта подземелья. Хотя я мог бы оказаться неправ. Далее... Венди выбивает гномом дверь, которые мирно побивали из чашечек. Далее к ним врываются Венди, Кэнди и Берта. Согласитесь, ну прям очень нереальная команда. Ни разу не видел, чтобы они общались между собой. Да и даже Мейбу тут нет. А возможно причина как раз таки в том, что её нет? Вдруг Мейбу похитили? В первую очередь на кого подумаем? На Гедеона? Нет, он же в тюрьме. Конечно же у гномов. Но раз гномы так удивлены, похоже кто-то выбрался из тюрьмы. Далее кадр с осьминогом. Это будет в начале 13 серии, либо какой-либо другой серии, но точно не 12. Когда у ребят снова начались мирные деньки. Хотя нет, не начались. Весь Сэндвор снова возится с различными мустрами в доме. При этом запрещает Диперу помогать. Знаю я, это и из отрывка одной из будущих серий, попавших в интернет. Ссылка на это видео в описании. Думаю, Дипер решил доказать Сэндворду, что он может помочь ему. Затем и отправляется в логово агентов. Или же пойдет на сделку с агентами. Далее Мэббл в свитере с тортиком. Это ведь явно день рождения свитер. А Дипер, ах какой негодяй, позабыл о дне рождения. И занял совсем другим. Зная, что у близнецов день рождения в последний день лета, можно предположить, что это 19 серия. А финал сезона улежется в две серии. 19 и 20. Далее Дипер со стирателем памяти. Со стирателем памяти. Со стирателем памяти. Эй! Учитывая тот же зеленый свет, который исходит от компьютера в этом кадре. Думаю, можно предположить, что эти два кадра одно и то же место. Из этого у меня исходит два варианта. Либо агенты не знают, что он тут обнаружили его, и начали грозить стирателем памяти. Но крутой Дипер смог вырвать из здорового дядя к оружию и перенаправить его на них. Да, звучит не очень правдоподобно. Тогда второй вариант. Агенты знали, что Дипер тут. Возможно, они даже привели его сюда. Они даже дали ему этот файл. А вот Дипер схитрил, взяв с собой стиратель памяти. И узнав все, что ему нужно было, просто стер агент на память. Двух зайцев одним выстрелом. Агенты больше докучать не будут, да и инфу собрал. Далее кадр с Молден Стэнфордом. Кадр смотрит на пещерные рисунки. И он видит Билла, вокруг которого ящерицы. И ящерицы либо хотят его убить, либо, что более вероятно, поклоняются ему. И самый эпичный кадр, который, скорее всего, мы увидим в девятнадцатой серии. Так как тут Билл только появляется. А если опять же предположить, что финал растянут на несколько серий, то вряд ли Билл станет дожидаться последней серии. Подведем итоги трейлера. Как минимум треть кадров из серии из касса двух сценов. И практически все остальные кадры из тринадцатой и четырнадцатой серии. И только два кадра из последних серий. Тогда, а что если финал? Последний день лета. Растянут не на две серии, а на три или четыре. Звучит очень даже заманчиво. Особенно заманчиво, что Хир заставит нас ждать по несколько недель выхода новых серий. Поэтому для нас последний день лета растянется как минимум на месяц. А то и больше. А да, чуть не забыл, самый важный кадр. И так, с вами был Содерлинг. Я буду радоваться как Диппер, если вы подпишетесь на мой канал и вступите в мою группу ВКонтакте. А также советую посмотреть сказ о двух сценах Теория за неделю до премьеры и последний крейс-траж Волон де Морта. Пока!